Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Крачаева-Черкесия. С вами Светлана Шаганова и Руслан Карпмазов. Приближается 8 марта, день, когда мужчин имеет большой шанс пострадать от женщин. О коварстве мы сегодня и поговорим. Начинаем, поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис Московский индустриальный банк. Сегодня у нас полезный гость. Адвокат Рабина Кинжаева. Она ярая защитница интересов мужчин во взаимоотношениях с коварными женщинами. Сегодня мы расскажем, как мужчина должен идти на свидание, чтобы потом не оказаться на скамье подсудимых. Добрейшего утра вам. Доброе утро. Да, дорогой наш адвокат. Вы сегодня даже так вооружились документами. Я чувствую, что будет очень полезно наше утро для зрителей. Зрителям хочу сообщить, что в 2020 году, в год пандемии, Северный Кавказ занял первое место в России по числу разводов на душу населения. И мы должны прекрасно понимать, что на Северном Кавказе браки очень редко до ЗАГСа доходят. На уровне Никях остается. Прикинь. Если даже до ЗАГСа дошло и дальше развелись. И вот люди, конечно, пытаются понять причину, поэтому пригласили вас. Вот, допустим, раньше как было? Если разводы случаются, женщина тихо, мирно берет свою котомку, авоську и уходит в дом к родителям. А сейчас женщины, хлопнув дверью, нанимают адвокатов. Сейчас женщины стали умнее. Да, умнее стали. Нужно собрать побольше. Да, но вот наш адвокат на стороне мужчины, она считает, что женщины очень часто манипулируют мужчинами и пытаются ставить их ни с чем. Вот, дорогой наш адвокат, скажите, пожалуйста, может быть, составлять сразу брачные контракты на первом же свидании и потом тихо, мирно решить все вопросы? Как у нас обстоят дела с брачными контрактами? Брачные контракты существуют, но у нас в республике редко, пока что. У нас пока еще достаточно сильные традиции наши, которые во многом регулируют все эти вопросы, которые законодательно определены для регулирования брачного договора. Наши традиции культивируются старшим поколением. Поэтому, соответственно, у нас юридическая формализация очень проблематична. Серьезно? Да. Кроме того, не стоит сбрасывать, кстати, со счетов предубежденность некоторую населения. Люди считают, что начинать брачную жизнь с оставления юридических документов, ну, это как бы... Значит, не любят. Не по-людски, во-первых. А вот давайте вот у замужней дамы спросим. Вот если бы тебе муж предложил бы брачный контракт, или ты ему, как у вас взаимоотношения были бы? Нет, я думаю, что это было бы не скромно, честно сказать. Я бы отказалась. Да? Да, да. Я бы отказалась. Это сильно обесценивает чувства и эмоции. Например, Руслан, мы с вами собирались пожениться, вот, допустим, собрались, и мы идем в ЗАГС. Мы разве будем составлять брачный контракт? У нас же эмоции, у нас эйфория. Мы друг друга любим. Ну, вы стреляете в меня красивыми глазами, охмурили меня, повели в ЗАГС, а потом и тоже сказали, ну, как-то брачный контракт. Ну, получается, уже заведомо мы, как бы, говорим друг другу, что это все временно, наш брак временный, потому что мы заключаем этот брачный договор. С учетом того, что как люди часто разводятся, браки непостоянные. Это неплохо, но это и нехорошо, это местная специфика. А может быть, знаете что, может быть, попросить депутатов Госдумы, чтобы они обязали перед ЗАГСом устраивать брачный контракт, и тогда никому стыдно не будет? Нет, получается, в нашей республике все порядочные люди, и разводятся они полюбовно. Ага, сейчас спросим полюбовно. И вот скажите, пожалуйста, а вот брачные контракты, что там вообще регламентируется? Кто кому должен готовить, стирать, убирать, или, может быть, возить по путешествиям, может быть, какие-то еще материально-духовные ценности? Вот какие мифы существуют? Ну, все, что касается личных отношений супругов, их чувств, эмоции, воспитания, ведения хозяйства, все это регулируется другими нормами. Ну, отрасли законодательства, ну, либо нормами морали и нравственности. Вот, то есть, у нас в обществе существуют мифы, например, что если вот забить гвоздь, вынести мусор... Да, 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 да. Кто должен мусор выносить? Ну, опять-таки, это гендерные роли. Рабина, все-таки, простите, что перебиваю, кто должен выносить мусор? Мусор, вот по вашему личному мнению, не как адвоката, как красивой девушке. Женщина. Серьезно? Да. А почему вы так считаете? А у нас не так, у меня не так в семье. У меня кто первым утром выходит из квартиры, тот... Кого и мусор? Ну, а теперь скажите, какие еще мифы существуют? Так, ну, например, еще вот в брачном договоре не должно быть оговорено, например, ударить, оклеветать, выложить в соцсети непристойные фото, оскорбить. Это регулируется тоже другим законодательством. Вот. Получается, что бывший муж может неприличные фото выложить в соцсети? Вполне возможно. Супруге бывшей? Вполне возможно. Мстить? Еще во времена Советского Союза довольно-таки разводились просто, да? Вот я пришла с приданым. У меня там кровать, две подушки, одеяло и шкаф, да? Вот мы разводимся. Я забираю свое приданное. Вот. Если, может, там дом делили, квартиру, как бы это на суде решалось, да? Сейчас как вот в брачном контракте, что именно прописано, что делят? Каждый случай индивидуален. В брачном контракте прописывают индивидуально свои подпункты, пункты. И в судебном уже порядке разбираются, что будут делить. Ну, в основном имущество они делят. В основном имущество делят 50 на 50. Ну, как бы совместно нажитое имущество. И если это прописано уже в брачном контракте, возможно, это будет намного проще. Дайте инструкцию, полезный совет, как девушке, парню пойти на первое свидание, с чего начать взаимоотношения, чтобы потом не было никаких скандалов, чтобы он не остался там, в чем мать родила, или она, потому что сейчас многие девушки тоже подарки делают очень крупным мальчикам. Вопрос соблюдения личной безопасности индивидуально каждого. Не стоит, конечно, доверять каждому встречному, но все же лучше первый раз пойти на свидание в людные места, в общественные места. А для чего это? Чтобы там, извините меня, не убили? Не обокрали? Ну, мало ли маньяк. А вдруг он маньяк? Кстати, недавно был случай, вот на этой неделе, парень пригласил девушку, сделал ей предложение, она отказалась, он ее застрелил и себя застрелил. Вот, то есть, вы хотите, чтобы этого сегодня произошло? Даже если это произойдет, камеры-то зафиксируют. Да, 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 да. А уже значения не будет. Уже будет поздно просто. Поздно. Ну, скажите, пожалуйста, бывает такое, очень часто от мам парней слышим, что вот она вертихвостка, пытается его хомутать и потом пишет заяву, что ее пытались изнасиловать на первом же свидании. Как вот этого избежать? Ну, как раз таки это актуальный вопрос, как лучше не оказаться на скамье подсудимых нашим мужчинам. Наши парни вообще не защищены от наших девушек, которые непосредственно с низкой социальной ответственностью. Какой кошмар. Ну, так. А как понять, ты общаешься с добропорядочным человеком или с человеком с низкой социальной ответственностью? Ну, зачастую ребята становятся жертвами. И оказывается, у нас там не посидимые. И это так распространено, получается. Да, на сегодняшний день. И как себя безопасить? Это, конечно, абсурдно, но я бы посоветовала бы парням взять расписку от девушки. Полагаю, что мужчина, который идет на свидание, у него светлое и правильное намерение. И если у него есть какие-то сомнения в девушке, я просто предлагаю взять какую-либо расписку, хоть это и абсурдно. Акт выполненных работ. От выполненных работ или о вступлении добровольно в половой акт, чтобы далее он не преследовался уголовной ответственности. Ну, естественно, никто такую расписку давать не будет. А может ли парень на всякий пожарный случай делать тайную аудиозапись? Аудиозапись, да, видео нет. Нельзя, да, видео? Ну, это будет использоваться, например, вдруг в соцсетях. А-а-а. Видео чего? Вступление в половой? Нет, взаимоотношений, что-то все добровольно. Можно будет видео, да. Все-таки можно. Для себя, чтобы подстраховаться. Боже, что мой. А, кстати, вот вы защищаете мужчин, да? Я на стороне девушек. Конечно, девушки очень наивные, да? Очень наивные же они. Нет, не сказал бы. Ну, есть наивные, да. К примеру, она поверила, что он олигарх, там у него то-то-то приходит на свидание, да? А он оказывается вообще альфонсом. Ну, так девушка меркантильна тогда, это уже ей минус. А то, что он альфонсом оказался, то уже ее прерогатива. Вот, все-таки она мужчин защищает. Такой вопрос. В последнее время, уже давным-давно даже, девушки на Кавказе сами выбирают себе женихов, сами дарят им подарки, машины, даже квартиры дарят, а потом надеюсь, что он женится. И скажите, пожалуйста, как все-таки это, чем может закончиться, чтобы девушка впоследствии, если он женится на другой, или вообще на ней не женится, отобрать все подарки, еще моральный ущерб взыскать. Возможно ли это? Ну, по большому счету нет, потому что договор дарения – это договор передачи другому человеку какого-то имущества или прав, ну, без каких-либо встречных обязательств. Дарение – это как безвозмездная передача какого-либо имущества. То есть, если она подарила ему ламборгини, то отобрать не имеет права? Это ее проблема. У кого, например, на руках документы на приобретение подарка, включая чек и договор, ну вот если такие документы находятся у дарителя, можно попробовать доказать, что факта дарения вообще не было, и суд будет уже решать. А, то есть, подожди. Девушка, вот, мы полезный совет девушкам даем. Если девушка в надежде, что он женится, дарит ему дорогую машину, то она может машину подарить, а документы на покупку хранить у себя. Потом, если вдруг он начнет матросить и бросать, она может подать суть и сказать, он вообще угнал у меня машину. Неправомерно удерживает. Опять мужчина пострадает. Ну, не опять. Кошмар. Так же аналогичная мужчина может с девушкой поступить. Руслан, ну что скрывать? Сейчас очень много мужчин, которые хотят уже готовую невесту с домом, с квартирой, с машиной, со всем приданным. Ну, верно, да. А вот скажите, пожалуйста, адвокат, вот просто как человек, а не как адвокат. Вы вообще ощущаете, что семейные ценности, они рушатся сейчас? На сегодняшний день, да. Не превыше всего семейные ценности у нас. А что дальше будет? Только теперь, получается, будем ходить на свидание в сопровождении адвоката, разводиться в сопровождении адвоката. И все, то есть без адвоката жить нельзя. При разводах в последнее время иски начали подавать женщины, материальные иски к своим бывшим мужьям, категория домохозяйки. И даже судебная практика есть, когда домохозяйки начинают считать, сколько борщ стоил, сколько стоила уборка, стирка и так далее, и получают огромные суммы при разводе. Это реально или это мифы? Наше законодательство не предусматривает какие-либо компенсации, так как все это делается в общих интересах всей семьи. Вообще статистические российские семьи выглядят следующим образом. Мужчина работает, женщина сидит дома, ведет хозяйство, моет посуду и так далее, воспитывает детей. То есть при разводе, если не заключается брачный договор, все делится пополам. Все выглядит весьма справедливо. И он работает, в принципе, и она работает. Никаких претензий быть не должно. Но вот в Китае был беспрецедентный случай, опять-таки, что женщине досталось половину имущества и алименты. И помимо всего она получила денежную компенсацию в размере 7 тысяч долларов. То есть они полагали заведение домашнего хозяйства. То есть суд решил, что пока мужчина был на работе, зарабатывал себе статус, женщина вела хозяйство и попросту теряла время. То есть при разводе ей придется искать работу. Она не состоялась в обществе как личность. Ей придется устраиваться на работу и зарабатывать статус нуля. А у нас в России возможно такое? Нет, у нас не было таких. А вообще возможно? Получается, если уже в Китае начали за стоимость борща в суд подавать, то у нас тоже возможно? У нас пока не было таких прецедентов, насколько мне известно, до настоящего времени. А там дальше, я думаю, это будет возможно. Время покажет. А сколько, интересно, стоит борщ сварить? Если как за работу платить? Ну, если домработницам, знаю, что платят где-то 2 тысячи в день. 2 тысячи в день. Чтобы приготовить там борщ, первое, второе, да. Так, 365 дней, если в году, получается более 700 тысяч рублей в год. Ну да, да. Если ты прожила 10 лет с ним, можешь 7 миллионов отобрать. Это будет даже дороже, чем совместно нажитое имущество. Но это нужно еще отобрать. Да? Да. Надеюсь, что после нашего с вами общения люди вооружатся видеокамерами и аудиодиктофонами и будут ходить на свидания. Чтобы не было потом печально. Спасибо большое. Хочется пожелать с наступающим 8 марта. Да. Взаимно. Да. Чтобы женщины были счастливы, всегда улыбались, и у них никогда не было проблем. Да, и чтобы мужчины 8 марта тоже были бдительны, правильно? Правильно. Таким мы сделали это полезно утро. Приятной вам субботы, с наступающим праздником и до встречи. Вот какая жизнь пошла, даже на свидание просто так не сходишь. Ну вот такая, такие времена наступили. Да, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова